Обворожительная цыганка Екатерина Жемчужная украсила своим присутствием более 25 советских кинокартин. В памяти многих зрителей остались ее запоминающиеся роли, такие как, например, карма в фильме «Карнавал», зорица в многосерийной картине «Вечный зов». И цыганка в фильмах «Табор уходит в небо», у матросов нет вопросов, и где находится нафилет. Стоит сказать, что в жизни Екатерина Жемчужная порядочная, нежная и добрая женщина, которая ставит семью на первое место. Приятного чтения, дорогие друзья. Как многим известно, цыгане – это творческий и веселый народ. Родители нашей героини были тульскими цыганами. Они выступали в ансамбле при Тульской филармонии, а по вечерам устраивали шумные посиделки, пели и плясали со своими родственниками и друзьями. Екатерина сторонилась этих посиделок. В детстве она стыдилась того, что родилась цыганкой, так как сверстники ее обижали из-за национальности. Однако она с огромным восторгом наблюдала за песнями и танцами в исполнении своих соплеменников. В глубине души девочка мечтала стать певицей. Окончив школу, Екатерина решила исполнить свою мечту. Она переехала из родной Тулы в Москву и поступила в музыкальное училище им. Ипполитова Иванова, но там она проучилась всего год. Так вышло потому, что, однажды, она пришла на спектакль в цыганский театр «Ромэн», где ее заметил главный режиссер, который пригласил девушку на прослушивание. Екатерина спела и станцевала, и ее сразу же приняли в труппу этого театра. Другие артисты и режиссеры были удивлены тем, что ее приняли так быстро, да еще и без образования и опыта. Но своим первым выступлением артистка доказала, что действительно способна на многое. В конце 60-х Екатерина Жемчужная по совету коллеги все же поступила в театральный вуз, и тогда же она начала играть свои первые роли в фильмах. А в 1973 году красавицу пригласили на съемки картины «Вечный зов», на роль прекрасной Зори Цей. Тем, кто смотрел этот сериал, наверняка запомнилось, как актриса исполнила танец в одной из первых серий. Этот танец, это не идея сценариста или режиссера, а всего-навсего импровизация нашей героини. Екатерина Жемчужная вспоминала, на съемках, в перерыве, я начала танцевать, чтобы взбодриться. Это увидел многоуважаемый Валерий Усков, режиссер «Вечного зова», и спросил, сможешь повторить танец на камеру. Сцен с моими импровизированными танцами на самом деле было очень много, но в итоговую картину их почему-то не добавили. Боялись, наверное, что мои танцы могут надоесть зрителю. Многим запомнилась роль Екатерины Жемчужной в фильме «Карнавал», где она появилась в образе кармы, приютившей главную героиню. А современные зрители узнали о ней после выхода картин «Кармелита» и «Любимые женщины Казановы». А также Екатерина Жемчужная исполнила множество прекрасных песен, в том числе в фильме «Карнавал». Когда наша героиня пополнила трупы театра «Ромэн», у нее начался роман с Георгием Жемчужным. Они чуть не расстались в самом начале отношений из-за того, что близкая подруга Георгия, сказала Екатерине, я знаю его с пеленок. Он безответственный и гулящий. С ним ты счастье не построишь. Однако со временем актриса выяснила, что все эти слова о ее любимом – ложь. Он наоборот был порядочным, верным, внимательным и ответственным мужчиной. С ним актриса прожила 60 счастливых лет. В их замечательной семье родилась дочка Ольга, или Желяля Жемчужная, тоже ставшая популярной артисткой. Сейчас, в возрасте 77 лет, Екатерина Андреевна практически не появляется в театре, а от ролей в кино она и вовсе отказывается. Несмотря на такой уважаемый возраст, актриса смогла сберечь свою очаровательность, он замечательно выглядит для своих лет. В этом году она осталась без любимого мужа, и после потери закрылась в себе. Однако не так давно она появилась в известной телевизионной передаче, где в подробностях рассказала о своей жизни, поделилась памятью о любимом муже, рассказала о грустных мыслях, с которыми ей сложно совладать. Она сказала, что после того, как мужа не стало, жизнь стала серой и одинокой. Однако Екатерину Андреевну всеми силами поддерживают дочка Ольга, внук Андрей, внучка Настя и правнук Филипп. В интервью актриса сказала, я держусь за жизнь только ради детишек. Не знаю, как я бы справлялась без них, и не знаю, как они будут справляться без меня. Желаем Екатерине Андреевне сил, здоровья, успехов и как можно больше радости, и всем сердцем благодарим ее за подаренные нам эмоции. А вам, дорогие читатели, огромное спасибо за внимание.